Мы завистливы, мы попробуем показать вам это. Надеюсь, что сейчас стрим будет работать, кубец квадрата Малевича. И мы сразу не будем, так сказать, тимошу Васюню за это самое и перейдем к трансферам. Давайте посмотрим, Джуджик перешел в Рому за... Какой Рому? Да-да-да, Валенсию за 3-4. Давай, пастор, прокомментируй, так как... Лучший игрок за копейки ушел. Да, согласен, согласен. На самом деле, типа, мне кажется, что все-таки переплачено, но типа по скиллам он крутой, но тогда задается вопрос, а зачем продавали? Это маленький Халк просто. А чем продавали? Он некрасивая у него фотография. Приятная же. Ну, объективно, просто за скиллы как бы... Достойная цена, но то, что он абсолютно не на каком-то хайпе, в жизни его никто не обсуждает, поэтому... Ну, кстати, я сегодня узнал, что у него в Инстаграме 1 миллион подписчиков. Тогда все, тогда достойная цена. За это накинули еще 31 ряда. Лучший трансфер, мне кажется, это так, на... Не, ну, скилл у него хороший, но, мне кажется, тот же самый Луис Адриано за 15 был более выгоден, поэтому я и говорю, потому что с скилом... Хорошее сравнение. Нет, ну, с скилом 84 можно было и лучше купить. Короче, ладно, по мне так немножко переплачено, но одно окей. Ну, я за 38 его брал в первом кило. Ну, ты же его брал с аукциона, у вас была довольно ярая борьба с Маней. Да погоди, все, давай смотри, следующий трансфер Хуга из Ромы, обмен на Акбону. Ну, по мне, так, это хороший обмен в плане Ромы и такой... И в плане секса, а не плохой. И в плане Вельсхэма, потому что Акбона покруче по скиллам. Я даже, ну, я могу, конечно, показать, но Акбона там прям сразу видно, что гораздо круче Росвес, типа... Да насрано на его скиллы, главное паспорт. Да, еще плюс он Итальяшка. Развел новичка, ничего нового. Ничего нового, как бы, все, работает. Да, можно дальше. Хороший защитник Акбона, мне больше нравится, чем этот. Кто там, какой команда перешел? Вэсхэм? 84, ну, откуда у него 84 вообще? Ну, он же вообще не о чем. Защита хреновая, агилити нет. Да, прыжок, но зачем? Я саморазвод сделал, взял 83, а отдал 84. Еще и доплачивать он должен был. Правильно? Ну, Ирнандес из Реал Мадрида в Вайнтрахт. Ну, новичок. По-моему, это супер дешево. Супер развод. По нынешним ценам это просто копейки за... За сколько наготома там уходит? За 30, да? А, Ирнандес? Мне кажется, это, типа, своим админом чисто. Ну, это выглядит как подарок какой-то, если честно. Ну, подарочный такой, да? Ну, подарочный, как аренда на Нани, например. Ну, это к этому мы еще перейдем. Да, мне все сразу. Ну, короче, подарок, окей, подарочный. Аю на Биабани, ну... Еще один подарок. По мне это просто шок какой-то. Обмен на хрустального карайка с какими-то желто-оранжевыми скоростями на просто мощного челика со всеми скоростями по 85 или сколько-то. Ну, просто не знаю. Так, это какой-то полнейший развод. Хотя он там сейчас... А, у Ю вот. Ну, да, Ю, конечно, он более универсальный. И плюс травма А. И он меняет на Бигунка с травмой С. Ну, откровенно, говнище Биабани. Ну, видите Бигунка с травмой С, ребят, бегите куда дальше. Габьедини... Ну, ладно, по мне-то, короче, тут выигрывает Айнтрахт вновь. А Габьедини... Лепцик за пятнадцать, ну, как имитируйте. А как вы назвали команду, можно еще? Лепцик. Лепцик. Лепцик, короче. Слушай, че ты мне тут мозги паришь? Ты че, зябл? Ну, мнение... По мне, это Габьедини... Мнение... Лучше брали Луиса Адриана за такие деньги. Максимум, который можно было дать за Габьедини, вот он, собственно, и заплатил. Ничего такого сверхъестественного. Не суперпереплата. Хороший, наверное. Где он там еще раз играет? Играл, ладно. Играл, ладно. Так, база обновлена, че-то че-то смотришь. А, слушай, да я тут че-то, короче, все смотрю. Да я, короче, скил у него средний, так что нечего смотреть. В сельке, типа, ну, такой-се. В СХМ слив, скорее всего, просто бабла и все. Развод. Ну, да. Да, ну, такое, на самом деле. Верня, просто. Такое можно бесплатно было выкупить. Ну, да, согласен. Такие напы за три ляма уходили с аукциона, так что... То есть, короче, вроде бы и под канды он заедет, но вкус канды, когда все по 79, тогда есть вариант. А так, как бы, на скаме... А Лариок, ста за пять никто даже не взял со скиллом выше. Да нет, это просто прикол в том, что, как бы, ни туда, ни сюда нападающий, вроде удары говнища. Ну, короче, чуть скоростной, чуть... Зато две сережки есть. На несколько лямов переплаченный, нападающий, тоже ничего. Короче, херня. Да, можно даже не застрелить. Кен, из Авертона, в ром, хороший защитник, добротный, в принципе. За три ляма, к сожалению, не ушел, поэтому даже его смотреть нет смысла. Обычный защитник. А, ну, следующий Задзе из Удинезе за 25 в ром, ну, вот, нормально. Комментарий Пастера, пожалуйста. Нормально. Все. Можно переходить к одному из интереснейших трансферов. О, да, давайте. Сантос, крайний защитник, Тоттенхэм, Хэцпура за 7,7 миллионов. Не, ну, погодите, мы под Задзе можем сказать, вот тут действительно, без всякой лести, что и тот, и тренер, и тот, в принципе, выиграли. То, что бабла продал. Ну, хотя, мне кажется, что с такими скилами сейчас на посложно найти. Ну, тут еще играл итальянский. Да нет, достойная, достойная цена за хорошего нападающего. Единственное, тут, конечно, требуемого хватает, но у Пастера он так будет, наверное, забивать. Так что, Сантос, Вэстхэм, мне просто написал, тренер Вэстхэма, в смысле, я ему написал, он говорил, я покупаю крайний защитник. Я ему прислал два защита, он говорит, Сантос, я говорю, за сколько? Он говорит, за 7. Я говорю, давай за 8. Он говорит, давай за 7,7. Я говорю, ну, давай, все. За скилл 80 достойная цена, в принципе. Да, в принципе, с нынешними ценами, да, вот где нападающие, 82 уходят за 4 ляма, как бы. Да не, переплата я... Достойная, достойная. Ну, типа, ничего такого прям и криминального не вижу. Ну, 3 ляма, да, я, конечно, все сэкономил. Ну, ладно, ничего страшного. А поди из Самдори в Севиле, конечно, ну, такое. Ну, мне кажется, что... Не, ну, по мне, по скиллам, он вполне хороший защитник, просто он какой-то любитель томогавка, такой неизвестный, как по мне. Ну, во-первых, 32-летний. Мне кажется... Ну, скиллы, типа, нормальные. Ну, я думаю, что 15 лямов была бы идеальная цена для него. Не, ну, если ты, конечно, на победу играешь, там, просто собираешь скилловых ребят, не взирая на его, там, имя и так далее, то, в принципе, в принципе, хороший транс. В Севиле и так сброд таких непонятных ребят, так что там всякие Микель и Альфара. Ну, 20, конечно, за крайнего защита я бы не платил на ему. Ну, ладно, пофиг. Так, Джорджини плюс Сапунарочка равно 30 лямов. Ну, тут выгодно, наверное, все-таки купил, потому что Джорджини... Ну, чистовая, да, Джорджини, который апнулся по ПСД. А он на плюс, а там мощного апнулся? На плюс один, к общему скиллу. Ну, достойно. А чем ворк 95? А, нормально. Да не, отлично, хорош ты. Ну, типа, это оправданно, 30 лямов оправданно, а Сапунара, что там у нас? Да, в принципе, вот, если деньги есть за двух итальянцев, можно и отдать. Сапунара такой, да, и скорость вроде есть у него, и более-менее баланс есть, и гудар есть. Ну, такой, нормально, потому что под конду заедет. Ну, это хорошая сделка, вот это я 30 лямов понимаю. Ну, Бабакар в Рому тоже, как бы, тут... Салах на Каутине ты пропустил немного. А, я не хотел даже это говорить, тут не о чем говорить. Тут просто, ну, по мне, так Барселона лоханулась немножко. Ну, может, он за реализм, просто, понял. Да, ну, Каутине... Ну, Салах новый, который с кемами, конечно, посильнее будет, чем... За реализм, кстати, приобрел Кунсентрау. Кто? Ну, Кунсентрау Барса себе приобрели. Да, достойная замена крайним защитникам Табану и... Нормально, ты сейчас подколол. Что там еще было? Ну, ладно. Аури? Ну, переинализ, ну, в принципе, тут ясно все. Это за реализм и итальянский паспорт. А реализм при чем? Ну, при том, что потом будет трансфер в Юэнтус, естественно. А, ну, это реализм, да. Ну, Ундер, кстати, за один лям в слив. Там аренда, насколько я помню, было, обратно. Ну, там какая-то, непонятно, что это. Ну, это что-то, да, непонятно, но пропустим это, в принципе. Далее идет Энди Кэррол из Уэстхэма в Саутгемптон. Ну, такое. Ну, как он нашел, он же символ, по-моему. Видимо, уже нет, не знаю. Так, это надо проверить. Кэррол, да если бы не травма. Сейчас разоблачу. Таранный-таранный форвард навешивает на него постоянно. За 8, я думаю. Мне Кэррол много мячей забивал лично мне в ворота и постоянно вот эти оскоки ему на голову. Да, он, в принципе, шаровик такой выпустить в конце матча, додавливать. Ну, неплохо, нормально. Звезда, конечно, постплеер интересного. Мне кажется, он не только на угловых сможет головой забивать. Сонг, ой, не, Фосберг, ну, если или за десятку, Шальки, ну, нормально. Да, нормально. Он, по-моему, с аукциона и дороже уходил до этого. Да? Сонг это возвращение, насколько я помню. Не помню, за сколько он им продавал. Дюба на Митревича, ну, это такое себе, то есть... Ну, это Шива, Шива на мыло, примерно, то же самое. Ну, да, но Дюба-то все-таки сейчас на слуху, как бы, как-никак. Ну, Кэ, Кэ, этот, Митревич, ну, он тоже, то есть на слуху. Ну, Дюба, откровенно говоря, Дюба в Челсе смотрится довольно нелепо. Поэтому, в принципе, оправданный обмен. Ля Ренте на Малькома, это, скорее всего, обмен любимчиками. То есть, Суэр с этим обменялся, как с Варгуром. Ну, да. Так вот, получается. Да, Варгур... Стриннич за 15, как тебе? Мне понравилось. А тут, по-моему, он... Ну, вот если не учитывать тот факт, что Дис скупает всех игроков Милана, то, по-моему, 15 лямов, это... Это очень странно. А, я что-то его не вижу. Милане у меня? Его, кстати, вообще с проекта должны убрать. Стриннича. Он карьеру приостановил. Приостановил. Это... Это... Я только могу сказать, что это такое ощущение, что слив бабла другу. Вот. По-другому я не могу сказать, что... Рика, видимо, там дружит с Миланом, поэтому ему просто пятнаха прилетела. Это слив. Это вообще, по идее, такую сделку отменять должны. 8 за 8 скилл 15, ребят. Вот это я понимаю. Ну, да, даже не в общем скиле дела, то есть у него скиллы же полная паража. Ну, это хрен. Несмотря даже на общество. Это трансфер, ребят, это полная хрень. Не знаю, может, какой-то комментарий потом будет от главных тренеров, я сомневаюсь, конечно, но... Это вообще просто... Как это не отменяется, я хэзэ вообще. Ладно, хрен с ним. А, ну, хотя, да, там же администратор, поэтому... Ну, как Костельеха за 22 с половиной. Полная хрень. Костельеха полная хрень, потому что, ну, игрок хреновый, ни туда, ни сюда. И вроде МФ, а вроде не МФ, а вроде публику НОК, а вроде... Да, смотри, то есть у него вот рост 182, и у него баланс 73. Ну, то есть, мне кажется, это какой-то непонятный стул, как без баланса. Это даже как-то на агити вытащите на скорости, но при этом, я не знаю. Ну, и удары такие вообще очень херовые. Удары просто ужас. Ну, реализм. Переплатил за реализм. Пишем на это. В общем, переплатил прилично. Да, вот этот 84, ребят, это, по сути, считаете, это вообще, ну, такое себе. То есть, ну, кое-какие навесы есть, ну, посыки. Короче, ни туда, ни сюда игрок не знаю, как он его юзать будет. Ну, ЭДР, ну, опять-таки, это все понятно, в принципе. Многострадальный ЭДР все-таки смог покинуть. Наверное, да, постоянно, как и Благимыч, ходит туда-сюда. А вот Тевес на Санчеса, кстати. Как вам такое? Ну, это обратный обмен, насколько я помню. То есть, они уже так менялись. Видимо, не понравилось. Ну, опять-таки, это дружеские какие-то обмены туда-сюда. Тут тоже можно не обращать на них внимания. Так, ну, Наготома, конечно, из Интера 30. Ну, Интер вообще в этом... Сейчас мы к нему еще перейдем. Но он очень хорошо умеет продавать. Очень умеет за дешевку покупать. И он, конечно, я считаю, что это самое главное разводило проекта. При всем уважении. Но он реально прямо разводит. Прямо он будет бороться за 100 тысяч, и будет просто час писать и как бы пытаться. Ну, мы к этому еще перейдем. Наготома, ну, типа он нормальный, но... Да, опять-таки, за крайнего защитника платить 30 лямов, который тоже не настолько сейчас на каком-то хайпе, и 32-летний, ну, хз. Но у него, типа, ноги семерки. Его очень любил Е-спортс, потому что он у него забивал. По скиллам вопросов никаких нет. То есть, он быстрый, типа, ловкий. Все. Больше я ничего не могу сказать. Быстрый, ловкий, с балансом, типа, ну, выносливый, типа, псевдо. И все, по сути. Ну, никаких там чудесных навесов, никаких там дальних ударов от Таева тут и не присутствует. Ну, по мне, так 20 лямов, это вообще красная цена за этого защитника. А диффенс был бы побольше. Я бы еще оправдал эти действия. Вот Арие, еще я понимаю, там, у него защита, все дела, там, клава. А тут, тут я не вижу, за что тут. За стамину из X или руху. Ну, такое. Посмотрим. Повозим этого, так сказать, наготома. Ну, ладно. Так, дальше идем. Бакайока из Челси в Самдорию. Ну, такое. Ну, он продал Бакайока и сколько он там, 9 миллионов, по-моему, на Уиса Густау поставил. Как ты вообще смотришь замену Бакайоке? Ну, такое. Стой? Нет. Мне кажется, таких вот читаков со скиллом 79 стоит держать. Ну, это то же самое, что у меня был этот Сисок, у которого скорости по 90 были, и был рейтинг 80 с балансом 90. Ну, да, тут на самом деле хороший центральный этот. Конечно, он тупой, с хреновыми пасами, но типа в конде он, я думаю, что будет жестко открывать. Нормально. Побороться сможет. Далее идем. Ну, по мне так, ну... Цена хорошая, но не стоило, наверное, продавать. Ну, ладно. Фрейзер Фостер из Интера в Самдорию, опять-таки. Ну, не 15 леонов, откровенно говоря. Ну, на PSD, скажем так, можно такого вратаря спокойно купить. Да, согласен. Тоже я вот смотрю какие-то сделки между одними и теми же тренерами. Да, там какие-то свои многоходовочки. Как бы единственное, я могу сказать, что Форстер культует, что у него рост очень длинный. Как бы он один из длинных гиперов проекта. И, в принципе, хороший дефенс, там, баланс отличный. Ну, раньше он как-то получше. Ну, не знаю, не знаю, как он в игре себя реализует. Ну, по скиллам довольно приятно. Я им, конечно, не играл, но по скиллам, да, хороший. Учитывая рост. То есть, джамп этот не особый. Ну, нормально. Категория нормальная. Муса Со из Ливерпуля в Удинезе. Ну, тут нормальный, отличный Форрад, как бы. Ну, конечно, некая переплата и была, но это классика. Это Муса Со, он ноунейм, который в жизни говнища. На проектах, о всех которых я помню, уже лет как пять, просто Д10, наверное, там вообще всех разрывает. Не, нормально, хорошая стоимость. То есть, как бы, он старик, ноунейм, ну, зато скиллы все крутые, то есть, где он только уже не побывал, но в итоге нормально. Да, да. Чисто такое, можно и на фланг поставить, продрочить, можно еще, что, короче, угодно. Лучшая версия Муриеля, хотя, по идее, по-другому должно быть, но ладно. Хрен с ним. Хорошая стоимость. Вот Хён Минсон на Мореза, ну такое. Вот я вообще не знаю, почему Лишрака решил так поменять, вот для меня это загадка. Потому что Морез, ну, хороший бегунок, ну, хорошие удары более-менее, но баланса вообще нету. А у Мина, ну, получше все обстоит, дела у него удары отличные и бег хороший. Где он там, в этом... В принципе, что-то равносильное, я бы сказал. Ну, я бы думал, что все-таки Мин получил в любом случае. Он бы прикольнее. По ощущениям, Мин просто совсем не очень. Ну, вот в игре, как он чувствуется. Двуногий футболист с охрененной скамой. Ну, двуногий, что ты его продал. Ну, так я своего любимчика его поменял, тут оправдывал. А, так, да? Ну, я сомневаюсь, что у него этот бегунок. Ну, такое, не знаю. Да нет, нормально, но обмен, по сути, равноценный. Тут можно даже и просто не чат. Морез хуже, Морез хуже. Ну, это... Не знаю, кто по игре, но... Ну, вот видишь, по игре надо тестить. Ну, может быть, если бы добавить Морезу плюс три баланса, я бы сказал. Че. Фонс там до восьми, я бы сказал, ну ладно, окей. Ну, ладно, хрен с ним. Че там дальше идем. Сансонена, Гайтана, ну, это чистое... Вот это, я могу сказать, что вот это реально равносильный обмен. Да, это... Вот это чистое равносильный обмен. Как написал Энди, ну, это... От этого каждый тренера выиграл. Так что все. Все. Лазаро на Фиорентино. Вот тут мы и приходим к нашему любимому интермилану, который любит барыжить. Лазаро, ну, вот вы... Смотри, ты открываешь, ты берешь, так открываешь... Где он там, в Самдорию, да, перешел? Или куда там он перешел? В Фиорентино. В Фиорентино. Переходим. Открываем его. Вот он, где он там, такой смэф. Лазаро. Такой, смотри, ты смотришь, такой... Нифига себе, бегунок. Баланс 80. Топ-спид 90. Аксельюха 90. Дрибл-спид 87. И акурси есть. И вроде удары, но не самые прям плохие. И такой, техника есть такой. Думаешь, блин, нормальный игрок. Потом смотришь, зарплата какая-то маленькая. А потом смотришь, инжури С, и такой думаешь, ну, я бы за этого игрока Ляма 2 дал максимум. Ну, здесь такая история, что половина проекта вообще на травму не смотрят. Да, вы не понимаете, что этот бегунок умрет с одного из двух подкатов. Но, как мне заверял тренер Интера, ну, это, мол, там, он классный, это крутой. Но тут просто он выиграл. Он купил у меня игрока за дешево, продал такого же даже хуже за... Есть такое, есть. Ну, переплата тут Лямов в 7 просто, 100%. Ты пропустил... Анелик, ну, потому что это неинтересно. Да-да-да. Это братское, это два брата друг к другу себе перекидывают, вообще комментируют. Да, вот этот мусор, который он продал, это можно даже... Деньги нужны просто не рассматривать. Ну, тут и Харид, ну, из... Вот он себе нашел замену Лазара на 4 ляма дешевле. Красиво-красиво. Так, что у нас здесь? Видо за 8 лямов. Какой-то молодой чувак, что-то вообще не впечатляющий. Ну, это развод на Эчкана Баблик. Да, да. Прям совсем не впечатляет за 8 лямов. Таких, по-моему, в аренды берут. Ну, это полное. За 2-3 ляма максимум. Да, очередной, походу, такой микроразвод. А кто, кто из-за таланта? Ну, хрен знает, короче, договорился. Гнабри с Хофенхайма в Водфорд на Валера. Ну, такое себе. Гнабри, ну, не самый тоже сильный, потому что я помню, что у него, по-моему, проблема с дриблспидом. Он без мяча бегает нормально, но... Да, дриблспид 78. Ну, слушай, Валера этого, который никто купить не может. То есть уже, который трансферное окно его пытается спихнуть. Вот, кое-как удалось. Ну, конечно, игрок 80 на 85, это интересно. Ну, да. Интересный обмен. Странно немножко. Ну, вот Загоев за 18 лямов, там, что нам скажет, что-то насчет этого, или там тренер уже вышел? Да, я здесь, я здесь. Ну, что скажешь под Загоеву? Хороший игрок. Читак. Русский паспорт, как любит тренер Гондмайера. К этому без проблем договаривались. Банучи... Ну, ладно. По мне так, ну да, нормально. Не, нормально. Не, вот это хороший, реалистичный такой трансфер, без вопросов. Банучи плюс 30 на Игуаина. Ну, по мне так, ну, такой... Такого нападающего, ну, почти нет, там, тот же... Ну, почти как Суарес, да. Слушай, здесь, на секунду прерву, комментарий Лешраки по поводу трансфера. То есть, Мария с левоноги, даже если обе ноги 88, все равно левым инсайдом лучше использовать левшу для ударов, плюс черек, с которым поменялся земляк. А, ну ладно. Если земляк, то тогда окей. Да, да, никто не спорит. В принципе, да, в принципе, равноценный, ну, обмен, потестировать, может, какого-то другого игрока, примерно, с одинаковым местом. Как ты копаешь, земляк и все, боже. Ну, земляк, да. Я земляк, поменяешь, я Кен Сонмина на мороза. Все, братан, давай, окей. Короче, Гуаин, по мне, так надо было больше требовать. Все-таки Банучи такой себе защитник, ну, в коих есть, но так славер за реализм, красавчик, то переплатан. Я считаю, что надо где-то было 50 платить, просить. Реально, 50. Не 50, 40, хорошо. 50. Потому что у Игуаина восьмерка ноги, то есть двуногие, удары читерные, нормальный дриблинг, нормальная, более-менее, скорость. Есть Агюк, Респонс. Ну, кстати, Адиз даже сказал, что он переплатил. Ну, это мнение Адиза. Ну, конечно, если трансфер с друзьями делать, то там и кажется, наверное, что он переплатил. Ну, вы же знаете, он же сам говорил, что мы тоже так делаем, дружеские обмены, поэтому... Да, да. Дружеские слева. Получается, что так. Не, я считаю, что надо было больше вообще реализм за реализм, но такого нападающего отдавать. Ну, типа... Ну, да, если Роналду за 130, то как-то... Ну, да, я и говорю, что типа это... Педжинтеп равно Барди плюс 5. Ну, это не развод, не раз. Это если с другим админом договориться... Барди, это неинтересно. Я знаю, что это отменяли эту сделку, но, по-моему, в итоге все... Да, но там с другим админом договорились и все... Ну, да, но тут это очередной развод новичка. Главное правильного админа выбрать, чтобы доказать. Я знаю, знаете, кто в итоге участвует в этом, так что... Я просто видел, что это отменяли сделку 100%. Я видел, что... Отменяли, по-моему, просто покупку какую-то или... Нет, 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 именно эту сделку отменили, а потом на совете директоров приняли решение. А, да, директора принимают решение. Ну, все, хорошо, никаких вопросов у нас нет. Все, нам простым, так сказать, обывателям с сайта Petsway. Далее мы идем Роналду 130. Ну, тут прям... Ну, вот, могли почитать, что пусть трансферят... Я не понимаю, кстати, почему там оформил Энди, потому что это плагиат, по сути. Там прям вообще сделано точно так же, как делал это Вайт, но только Вайт Хорс, как бы, ну, так скажем, может. И тема блога, собственно, его, то есть, Энди. Да, я не понимаю, зачем это было сделано, но ладно. При том, что там, ну, действительно, там... Духовное наследие, то есть, в отсутствие Вайта, нужно же как-то поддерживать. Энди, как я понял, тоже достаточно старичок в песе, Блюз Задар, там тоже по тысячу тоф играет на трех проектах. Нет, вот единственное, вот что я скажу, небольшая ремарка по поводу его блога. То есть, у него видение всех скиллов, примерно вот видение Задрота, который может любым деревом разваливать там читерские команды. Поэтому у него, в принципе, все команды выигрыши, все хорошие трансферы совершают. Да, все на позитивах, все на позитивах. Да. На добрые позитивы. Мы же стараемся копаться, так сказать, в полных делах. Ну, давайте, ладно, ну, по мне так, ну, типа, классно, 130. Да, нормально. То есть, выставь того же Роналда на аукцион, было бы то же самое, если бы не больше. Ну, если бы Роналда выставили на аукционы, то были бы просто череды продаж. Кстати, это было бы гораздо интереснее. Тут просто деньги перелили туда, и этот накидал там кому-то своим друзьям, там, не знаю, из Реал Мадрида, там. Потом мы можем... Ну, мы еще, да, посмотрим аукционы, там, вот это вот все. Канальес, извините, Багазанюкасл. Ну, блин, Канальес бедный, конечно. Ну, раньше мне он импонировал, этот игрок Левоногий, атакующий полузащитник, но сейчас он уже встух. Ну, Лям, нормально, нормально. Далее идет Саббитзер, тоже нормально. Вот Маскерано Сигурдсен. Могу сказать одно, что БС десятка очень сильно пытался Маскерано слить. Вообще всеми правдами, он меня там почти на любого игрока готов был обменять его. Ну, я как бы, не знаю, Маскерано классный челик, но он уже слишком старый. По-моему, он очень удачно его слил. Учитывая, что за сколько там Маскерано стоил на аукционе и никто не ставил. Лям, 15 или 12, вообще там какая-то мизерная цена. Ну, по-моему, по-моему, он или 18, но небольшая цена для поскеловодов. Ну, типа, смотри, его топ-вое защита для опорника, нормальный баланс. Респонс там все дела. Респонс, да, пасы желтые, Менталити, 93. Старный только. Ну, он нормальный, но просто, типа, он старый. Вот, вот чем прикол. Его можно вообще карьеру в любой момент закончить, по сути, потому что, если уже не закончил, я не знаю. Вот, ну, конечно, удары у него просто говнище. Такого, по-моему, даже у защитников удары лучше, чем у него. Нет, для Ман-Сити отличный обмен. Вообще без обезварианных. Не знаю. Вот, на Алке он стоял за 19, его никто не знал. Нет, не купили. Сигурдсена я уверен, что купили бы, потому что у Гифри Сигурдсена, конечно, на хайпе плюс... А, я думал, у него скилл 86, у него 85, и есть... Ну, короче, он такой, скорость бы чуть-чуть, но удары сказочные просто, да, пасыр, как вы считаете? Эксперт по дальнему ударов. На маме. На маме? Удары отлично. Да, играемая... Еще и семерка, нога, отлично. Еще и фрикики, ну, вообще, боже. Просто, боже, еще и нога... И не Кристиан Эриксон такой. Его еще апнут, может, скорее. А может, и Макси даже. Ну, короче, мы поняли. Слишком детально подошли. Елмаз на жиру. Тут явно барак Елмаз хуже выглядит, потому что у него травма-цепт. Тут просто от сэшки плюс жиру все так... Там тренера-таланта, наверное, всех с травма-цепт собрал. Да. Жиру тоже такой специфический нападающий, деревянный, но обмены в пользу софт-гентрена здесь тоже без вариантов. Учитывая, что Елмаз был куплен с PSD за небольшие деньги. Так, Родри из Илреала в Челси за 7. Родри там неплохо апнулся в PSD, если это тот... Тот игрок, о котором я иду, знаю. Все может быть. Ну, не знаю. Да, это он. По сути, он забрал его из своей предыдущей команды в Челси. Апнулся он действительно хорошо, ну посмотри на его скилл. Сейчас, не в базе. Не хочу смотреть. Ну, там опорник с дефенсом 78, баланс 85, пасы по 86. Молодой и неплохой, может быть, дальше будет тапать. Ну, нормально. Потом идет хейтбо... Хатебур. Хатебур, да. Ну, такое. Обычная совершенно сделка. Походу опять, да? От Эмбура какая-то. Ну да, скилл 78 за... Айк просто сидит и пасы не смотрит. Просто думает, айк, это нормальная сделка, в принципе. Ну, а что тут могу сказать? Ну, мусор какой-то продал. Да и такое в свободных можно найти лучше. Ну, мне кажется, это очередной свик денег. Такой бесплатный. Водибурга опять развели. Причем опять, кстати, фигурируют... Мне кажется, или... Я вижу Милан, Аталанта. Вот это братские сливы из Наполи. Вот эти все. Майнсы. Вот я только 4 клуба, 5 вижу. Вот прям такие, которые задействованы прям жестко. Далее идем. Рафиня на Рауля Альбиоле плюс 5. Развод. Развод, да. На Рафиню, естественно. Нет, Альбиоле слишком читак для Рафиня. Да, да. Тут безоговорочно Фиорентина выигрыш. Ну, не знаю. Такой читак и 5 миллионов. Их защитников больше нет. 5. 5 миллионов. Ну, не знаю, я считаю все-таки Рафиню хорошим игроком. Ты... Постерония не понимает. Просто... Можешь все что угодно купить. Хатебура, например, доплатив 500 тысяч. Ладно. Ну все, хватит троллить. Ну рилеты. Вот тролли. Мы серьезная аналитика. Валенсии привет. Как говорится. Запакоста на Стрелян в Севиле. Ну это просто... Короче. Фланг себе купил флангера. От фланга на фланг. Да. Ремиля тоже. Испиноза на Куртича. Ну, Испиноза еще один друг индейец. Ну, опять смотри, опять смотри. Смотрим Интермилана таланта. Ну, в принципе, как в жизни. Серия А между собой совершает... продажи какие-то, покупки. Не знаю. Дай-ка я на Куртича гляну. Где он там? Куртич, да. Интересно. Что у него там? Не помню. Я смотрел, а я просто не интересовался, но как-то... А, Испиноза. Ну, Испиноза, в принципе... Испиноза, в принципе... Испиноза нормальный CMF, в принципе. Нормальный. Ну, просто нормальный CMF. Прямый. С такими пасами посредственными. Ну, смотри, насколько я вот смотрю, тренер Интера, любитель игроков с большим шотпауэром. Да, он там у Куртича шотпауэр. Он просто покупает любую дресню, которой шотпауэр огромный. Я не знаю, как он собирается ими забивать, но... Не знаю, но я там рофлил то, что он в прокачках сделал себе миддл-шутинг этому... Ой, скоринг. Гугуарину, да? Гугуарину, да. Это вообще... Ну, будешь всегда занимать, в принципе, там, 5-е места какие там занимаешь. Да, я даже говорю. Ну, достойные места. Ну, в принципе, ты сам 5-й не смог бы занять без... А, нет, 3-й, кстати, красавчик. Вопросов нет. А, 3-й даже. Молодец. Нет, значит, работает. Работает. Всё. Прости меня, пожалуйста, Интер. Ты реально достойный. Разводы хорошо работают. Разводы работают хорошо. Так, дальше у нас идёт Шнедерлен за 17 стоксити. Хороший опорник, типа... Тимнадцать нямов это... Ну, я не знаю, Шнедерлен лучше купил бы за 17, чем Маскерано за 19. Да, учитывая пасы неплохие такие. Что вы скажете по этому поводу? Пастер. Шнедерлен классный вообще. И дефенс у него есть хороший. Да? Плеймейкинг есть ещё. Нормальный. Просто отличный. Хороший опорник. Менталити, тимворк, всё есть. Ну, как бы я гила не мёртвая. Рост, вес отлично. Не, хороший. И атака типа 70. Вообще университетный. Хороший, но я бы не взял. Ну, мне кажется, что 15 нямов где-то было бы вообще прям приемлемо. Цена прям... Ну, вот тут, конечно, вопрос следующий. Трансфер Луис Адриана. 16 нямов, игрок 84. Да, я как бы толкну небольшую речь, что вообще какой-то бред полнейший. То, что нападающий скиллом 84 далеко, по-моему, не ноунейм. Да. Довольно известный игрок. С хорошими скиллами, не деревянный. То есть, там, с скоростями, с... Конечно, хромает у него дрибл экуроси, но... Мне кажется, не так важен с шот-техникой высокой такой. То есть, он меня там крутил по углам. И за такие смешные деньги уходят. Для меня это странно, как минимум странно. Ну да, если честно. У него, кстати, Даниэль Старидж будет бегать и Луис Адриана. Короче, два таких быстрых. Правда, вот у Старидж кэш травма С. Ну, как сказать быстро. Если нет красных скоростей, то... И травмы С, то это вообще, по-моему, не напа, а мусор какой-то. Ну да. По ногам, если дадут, конечно, Старидж летит. А так, скилл-то у него приятный достаточно. Ну ладно. Ну, по мне, так реально, как бы... Я Майнц прямо нереально выиграл от этого трансфера. Так, далее идем. Вот тут пошел слив уже. Да, слив, в принципе. Родриго покупался за 12 лямов. А Гонолон просто, по-моему, как по мне, даже в центр защиты может встать. То есть, по-моему, это отличнейший опорник. Ну, а Гонолон очень крутой. То есть, не прям совсем какой-то Старпиор, там, 32-х, 4-х летний. Он недавно был на слуху, там, буквально несколько сезонов назад, действительно очень крутой. Да, ну, понимаешь, учитывая то, что у меня в опорке стоял Висина, это самый, наверное, скилловой был опорник у меня, то замена в виде Гонолона неплохо меня усилит. Ну и Родриго, в принципе, я его потестил. Тоже испанец. Неплохо, я думаю, зайдет. Ну, как бы сказал, два тренера от этого сделки выиграли. Да, да, два тренера, в принципе, выиграли. Скиллы, братский слив, и все окей. Да. Он земляк просто. Да, я земляк, я земляка, в принципе, не жал. Нет таких скиллов в 84, нет. Ну, вы именно в Луис Адриану. Ну, я, кстати, да, согласен, мне кажется, что общий скилл где-то у него в 83, вот кажется, если так смотришь на скиллы. Ну, а это тебе к Димасику. Напиши Димасику, он тебе выведет, короче говоря, всю систему, как там все считается, и вопросы будут сняты. Янг То, Янг Трэп у нас, юный парень, 22 года, вышел сейчас 23, будет Чех, ЦМФ, в принципе, без защиты, без атаки. Ну, он, кстати, молодое дарование вообще в серии, считается, он скоро выстрелить должен. То есть, он может быть на перспективу, короче. А так себе Дресня, который, ну, максимум лямов. Его новым этим, новым надведом называют Чех. В принципе, 7 лямов за перспективное, как оно может быть? Да нет, ну, хороший, да, игрок, посмотри. То есть, да, даже если он не был бы таким перспективным, неплохий же скилл. Просто пас 85, дриблинги есть. Боже, и тут мой любимый защитник. Ты назовешь, как он правильно называл? Неполета, а как там? Не знаю, как тебя там назвал. Я забыл уже, короче, как я его звал, но, по мне, так, ну, не стоит он 8 лямов. Ну, не стоит, ну, говнище. Поднять счету с колен происходит. Ну, сейчас такого можно купить. Как раз 8 он еще стоит, но не больше. Может быть. Ну, хотя ладно, хрен с ним. Так прикинул. Ну, не, ладно, хорошо. Беру свои слова обратно за D-line control, за sliding, за маркинг. Ну, да. Делаем контрол, вообще им бывает. Не, ну, ладно, ладно, хорошо. Прошу прощения. Поехали. Ну, это как глик только. Да, ну, глик-то помощнее будет. Ну, вот. Такое же. Почти, да. Ну, да, нет. Такое же дерево. Хороший защитник. Вот, Милинкович Савич за 30 лямов. Мачестер Сити. Переплачено, конечно. Десятка минимум переплат. Да, распиаренный Милинкович со скиллами. Сейчас он 82 будет, да? У него вообще скилл апнутый, но... Ну, да. Полная хиромантия в том плане то, что он супер распиаренный и, ну, не знаю, чувак просто взял его, наверное... По фану взял. По фану, наверное, да. Где он там, он вообще внизу... Ну, сейчас у него вроде скорость, да, поменьше будет и баланс там побольше. Ну, он прям чистый опорник стал. Ну, говорят, что вообще, типа, он опорник не особо, потому что у него, говорят, защита очень плохая. Он АМФ вообще. Он АМФ-ЦМФ, это максимум. Такой, типа, Пагбы. Опорник у него мячика, то он не будет отбирать мячи просто. Он не будет отбирать. Нет, ну, конечно, у нас какой-нибудь там... Сейчас Энди и Жестишишка скажут, да я там с игроками со скиллом 70 отнимаю, у которых защита 10, так что, ну... Ну, по мне так, ну, переплата, да, очевидная. Так, Чупа Мотинг плюс 15 равно на Муриэль. Ну, от тебя могу добавить, что я вернул таки на своего малыша, который года три назад просто зорошил тут этот PSV и наклепал там дохерища мячей и выиграл. Так же чемпион Испании перед Шоксом. Да. Собираешь просто их там и этот... Нужно было гей собрать в аренду. Да. Ну, к сожалению, тут арендами не разрешены аренды, так что вот. Ну, тут добавить ничего нечего, по сути, ну... Более-менее. Ну, может, я для него два, там, три... Переплатил немного, но так-то за игрока, которого хотел, в принципе, и можно. Да нет, за Муриэль посильнее будет, плюс, ну, таких... Он и может сыграть и там, и там, в принципе, университет. Да, ББК, ты... Ты войди на связь и расскажи. Да, ты, в принципе, можешь любыми защитниками играть с скиллом 78, тебе, собственно, вообще плевать, поэтому... Здесь сидят эксперты, которые все еще смотрят на скиллы, поэтому... Да, мы, типа, это... Мы же под скиллом... Ну, Соби из Лиганаса ушел в Лас-Пальмас, ну, прокомментируйте этот трансфер. Провел, кстати, в аренде целый сезон, выиграл золото. Прокомментирую так, то, что Кьезо ушел в аренду братским сливом. Сабхи, собственно, закрывает эту дыру. И с будущей прокачкой, то есть тот же Кьезо, хороший-хороший бегунок. И еще и чемпион Италии, кстати. Да. Мне не жалко было отдать, поэтому... Во-первых, я еще и не знал о будущих арендах от Тоттенхэма, поэтому и отдал пять лямов. Мы к ним перейдем. Смотрите, дальше смотрим Самир. Не на цель которой, а просто Самир. Самир, да. За четыре все-таки удалось продать. Нормально. Он еще, забежим вперед, он качнул его Самира, то есть он на него рассчитывает. Наконец-то я продал Шара за 6,9. Ну, я считаю, отличная, просто супер покупка для Лейсбика в плане защиты. Ну, неплохое. Несуществующего, как... Да, как для несуществующего игрока... Кстати, есть такой валик, что он опять пропадет с базы, у него 256-й номер в базе. Мне он не нравится, что он достаточно долго. Деревянная Агила, 66, и, конечно, защиты чуть не хватает. Плюс, еще рост метра 86, а так, основной защитник из сборной Шли, Царии, со слайдингом и пенальтис, кстати. Ну, нормально, нормально, за 7 лямов таких не найдешь со скелом 82. Ну, хотя и братские сливы, может, только... Вот, ну ладно, хрен с ним, нормально. На Лейсбику сделали подгон. Шампеер, из Майца в Реал Мадрид опять. Отличный транслидор в Реал Мадрид. Баланс 74, то есть, да, испанец, неплохо. Мог антивересу у меня взять, почти затерли деньги? Мог, да, да, мог что-то нормальное в Реал Мадрид. А мог бы помочь ворам над деньгами, правильно? Ну, правильно. Я бы на месте Реала еще бы в Ротея купил. То есть, с Амперио недостаточно хороший трансфер. Переходим к такому, наконец-таки, нормальному трансферу Вольсбурга. К первому нормальному трансферу. К первому, подчеркиваю, нормальному. Скорее всего, единственному. Корнет реально достойный семьянин. Да, хороший черик. Есть баланс, хотя бы, относительно желтые удары, акуроси и пауэр. Согласен, да. Реально нормально. Вот он стоит своих денег более-менее. И перескачать не можем. Да, кстати. Да, да, да. Сейчас плюс два можешь качать. Я скажу, что качать. Ребят, переходим к моему любимому. Эниго Мартинес. Откроем сейчас скиллы его, чтобы все видели. Ну, все это два человека, которые потом посмотрят записи. Ну, тут просто респект машине. Мюнхенской штабуации просто слили какое-то говнище. Ну, нет, он хороший игрок. Не настолько, чтобы за него столько платить, но его красота... Хороший в опорной зоне. 15 лямов. Вот я бы за него дал. Да. 15, мне кажется, в палки. Знаете, какую-то рекламу. Я вот за кефир дам 100 рублей. За чашечку чая дам 50 рублей. Это там какая-то херня идет в Ютубе. Так вот, тут как бы, как выразился Энди. Ну, конечно, вот для защитника, ну, чуть-чуть вот баланса не хватает. Какой баланс? Смотрим и рост 1,81. Какую нахер? Ты о чем? Ты можешь говорить, чтобы у Пуёля был такой же рост, и он круто играл? Чувак, тут в PS6 немножко по-другому все устроено. И как опорник он хороший, как CMF он даже нормальный. В принципе. То есть, используя его как центрального защитника, вот этот шот-пауэр, типа, совершенно не нужны, там уже слил не 83. Я бы его на МФ ставил. Я бы его ставил тоже где-то, CMF, AMF, типа, опорник там под кондул. Джамп где он ставил? Да, да. Типа, говнище все равно говнище. Не знаю. Ну, слушай, все равно, типа, он продает Миринковича за 30. И, типа, считай, обмен на Миринковича. Как бы 84 на 82, ну, тоже для него. Это 83? А, да. Раньше, кстати, у меня тоже кажется, что 84 было. Раньше 84 было, да, подрезали. Да, ему баланс, наверное, убили на пару позиций. Ну, короче, такое себе. Ну, не знаю. Пятнаха, я считаю. 15, 16, 17 максимум, короче. Ну, такое. И я бы не стал бы петь ему. И вот эти хреньки, что он крутой, короче. Ордирзу, ба. Вообще, по идее, этот трансфер должен быть. Ордирзу. Так как тренер ушел. Ну, сейчас таких правил нет уже. А, да, ну ладно. Ну, как ушел из картины по поводу этого молодого человека? Ну, обиделся просто. Ну, он же реально в реале вроде играет. Да, вернул возвращение за большие деньги. Ну, нормально апнут потом и все. Ну, за 12 лямов как-то. То есть, продал за 10 одного, купил за 12 другого. Ну, такое. Ну, давайте уже последнюю сделку, по-моему. Ну, 15 лямов стоит. Окей, хорошо. Я бы, да. То есть, мы уже начинали обсуждать. Я бы взял. Шот пало. Да? Удары достойные. То есть, он и не деревянный. У него всего по чуть-чуть. И с такими читерскими ударами можно взять. Скилл 83. Более-менее скорость есть. Но, могу сказать, что он ни в одной команде, по-моему, сезона не продержался. Все его продавали. Поэтому, ну, такое все. Не знаю. Не знаю. Ну, потянет, да. АМФ с шот окурисе с пасом 75 и скоростью 73. Ну, не знаю. Странно. Я не знаю куда. Короче, все. Насчет сделок мы заканчиваем. Идем во шо пойдем. Можно попробовать быстро провиснуть. В принципе, уже заканчивать надо. Провиснем, наверное, ауки. Выкуп из PSD давай. Ауки и выкуп из PSD. Наверное, аренда бессмысленная говорить. Драфты будем как-то смотреть? Нет. Выкуп из PSD давайте быстренько глянем. Да, да, да. Ну, в Альдиве в Севилле. Я там сразу говорю, что какой-то игрок там из Севилле. Поэтому он его очень за реализм купил. В принципе, ничего такого нет. Он в Севилле играет? Я думаю. В колоколокс, да. И с травмой С. Где? Ну, такое себе. Тут даже. Талиско за деятелем в Пальмас. Классный игрок. Хороший, да. Саглы, да. В принципе, за деятелем в достойном. Ну, Ильян Драксер это, наверное, один из самых жестких читаков, который был на этим раунде PSD. Никто не успел. Пастер купил. Что я могу сказать? Классно. Такие игроки лямов за 25 уходят на ТО. Так что вообще кайф. Тинни Тайва. О, легенда Динамо Киев и Милана. Да, легенда УПЛ и Италии. Тайву, конечно. Ну, тут Интер Милан видим и понимаем, что Тайву это просто жесткий защитник. Я не знаю, почему у него в таком возрасте такие скорости сохранились. Ис просто... Ну что, он сейчас, кстати, в чемпионате Финляндии играет. Я думаю, не сбавил парень. При том, что чемпионат Финляндии считается одним из очень худших чемпионатов мира. Я думал, УПЛ худший чемпионат мира. У меня там друзья играли. Ну, как друзья, знакомые, с которыми я общался. Типа вот эти, которые отбросы из Зенита 2 и вот эти смены, которые были, эти молодежные, они туда уходили. Там вообще детский уровень игры. Короче, ладно, Данило Перейро это просто опорник Самдорио жесткий. Да, хороший. Нормально, да. Самый дорогой выкуп Тайсон. Ну, да, это бест, конечно. Давайте посмотрим его, просто чтобы убедиться в этом. Вообще, кстати, можем отметить то, что накупил себе бестов Энди очень всякие то, Макгиди, Ян Виллу купил. Да, усилился. То есть играет за таких уже чуваков. Да, по Рабу уже, учитывая, как он выступает, довольно слабый клуб. Да, Дайсон, конечно, очень крутой. Он мне напоминает эту тишейру, которую я покупал. В принципе, чем-то он похож на него. В скобочках ничем почитаю. Да. А че? Давайте откроем. Национальность, наверное. Позиции. Тем, что в Шахтере играл. Оба в Шахтере. Нет, давайте откроем, откроем. Давай ты откроешь, а мы подождем. Учитывал 85. Зарплату чуть больше у Тайсона. Соответственно, возраст, ну, чуть-чуть на два года побольше. В плане атака, баланс, скорости, ну, у Тайсона чуть-чуть побыстрее будет. Вот, и там это все, так сказать, балансирует тем, что у Тиши лучше удары, а у Тайсона хуже пасы, но типа... Ну, похоже. Все. Чуть агрессия там больше, но реально такие. Короче, оба быстро, оба быстро АМФники, вот и все. Ну да. Чего вы придираетесь? А что еще интересного? Мариан Диз, ну тут понятно. Алекс Глеб, вот это вообще. Александр Хлебушек, легенда Крыльев Советов. Да. А сейчас где? В Батэ. Мммм, прям как скиллы. Ну, смотрим на самый читерный одного выкупа защитника, это Пепе. Ну, конечно, ну, не знаю, я бы не стал его даже выкупать, потому что, ну... Красивный игрок. Красивный игрок, один из худших вообще тварей в жизни, типа вообще во всех играх. Ну, скиллы крутые, но, блин, ну, стоит своих денег. Если как бы Стингу насрать на это все дело, то, конечно, хорошее приобретение. Правда, у Роза это бы, конечно, еще добавить. Но нам эксперт по защитникам скажет, что это и самый лучший защитник, который он только видел, поэтому не будем спорить, наверное. Так, ну, Беналия, понятно, тоже отличный вратарь. Или как вы считаете? Мэдисон Мэнсити вот перешел. Вот Мэдисон, да, перешел в Мэнсити. Топаль, ну, такое себе. Ну, Гугалон. Что еще? Джейден Санчо вот. Санчо, да. Санчо нормальный, да, такой череп? Ну, это будущее английской попы. Бист. Это второй стерлинг, так скажем. Мешная версия стерлинга. 18-летний, как бы. С Санчо нам будут лет через пять просто разрывать. Да, разрывать. Может быть. Если, конечно, не сопьются, не собухаются. Концентрау, Куинтрау, Нарик, лица Реал Мадрида, переходит в Барселону. Это прям супер реалистичность. Я вспоминаю его... Новый Луишфига просто. Португалец. Да, ну, чисто. Не знаю. Наследие. Шайшдайгер. Влаццо, как вам такое? Хуй так. Честно, да. Саглы был бы. Не, ну Дани в Баварию это лучший. Лучший выбор. Ну, да. Конечно, Дани это классика. Скиллы у него... Ой, сейчас. Так, открою. А, у него еще и не С. Прикольно, прикольно. Да, да, да. Да, нормальные семерки, как бы. Ноги, пасы, как бы. Почти все желтые. Скиллы 2010 года, в общем. Нормальный пацан. Такой же молодой. Бегает быстро. Агилка есть, все. Есть, как бы, идеальный. Мужик, мужик. Ничего не скажешь. Но замену в Красной Конде будет просто взрывать. Так. Что тут еще у нас интересно? Ну, Энтони Лопес. Ну, есть тут эксперты по вратарям. Просто хочется услышать, как будет себя вести вратарь с Бабаром. Балансом 79 и ростом 1,83. Мне вот интересно. Оценив. Кто вообще смотрит на рост, на вес, на травму. То есть я смотрю только на скиллы, вижу красный скилл. Все сразу ставлю. Ну, посмотрю, как тебе покажут. Но пока я очень скептически к нему отношусь. В жизни он хороший. А вот именно в песе шестом, ну, такое. Тебе из-за роста, конечно. Ну, мы проверим. Я проверю, в принципе. Как он в плане, в плане того самого. Ну, есть еще. Ну, Майкон херня. Давид Вилли. Мандартов. Я, кстати, хотел себе купить, но потом что-то не знаю. Ну, слишком понял, что у меня много защитников. Хотел реально себе купить. Того игрока мне очень нравится. Он с выступлением в Валенсии в Мальорке классно играл, да? Я тоже думал, кстати. Вилли он очень крутой чувак. Я, правда, не знаю, зачем он нахер нужен левому. Но мы еще перейдем. Перейдем к Хави, как бы там. Окончание. Ну, Вилли реально хороший, если он в свои годы попал даже в сборную Испании. Не, лучший нападающий. Один из лучших нападающих. Ну, нулевых точно. А вот. Ну, наравне там с Фернандо Торосом, с Раулем, в принципе, такой человек крутой. Мандандо как он. Мандандо как он. Мандандо? Да. Я, помню, захожу на PSD, смотрю, Мандандо режет. Захожу на PSV и буквально через какой-то короткий промежуток времени его Эвертон выкупает. Думаю, ну, достойный выкуп, в принципе. Метр восемьдесят пять, порезанный уже скилл. Раньше, по-моему, у него респус был вообще красный, и киперскилл, по-моему, под 90 был, если не ошибаюсь. Ну, посмотрим, как тебя проявит. Ну, он еще может тащить. Да. Метр восемьдесят пять еще спасает. Да, еще спасает. Ну, посмотрим, как будет. Постараюсь тоже сфоткать, как он в плане этого всего. Так. Дальше идем. Что тут еще прикольного у Кардаба? Это тот самый... А, я думал, что это... Это какой-то. Так. Пауло Голиц. Это кто у нас? А, это... Защитник метр восемьдесят четыре. Защитник метр восемьдесят четыре. Это который в Ливерпуле, да, он в итоге отдал там, потом он его выкупит, как я понял. Ну, в принципе, для фланга защитника потянет. Давай, прошу, крутая лава, он забегает. Ну-шка... Инан, могу сказать. А, Инан. Инан. Филиплажа жесточайшая, не знаю. Блин, по-моему, такого можно было найти лямов за десять у нас на проекте. По мне так. Крутые пасы, реально крутые. Вот Кайбай Гомес, типа, такой, да? Да, удары, удары тоже неплохие. Был бы мидл шутинг, я думаю... Ну, посмотрим, как он будет с себя, в принципе, я думаю, что... Да, никак. Баланс восемьдесят, дриблинги тоже ни о чем, то есть... Ну, зато и... Ну, мне кажется, его убьют в центре поля, он ничего не сделает. Вот, концепт. Эмари Джан и Нейн Голан просто сожрут его. Да. Ну, девятнадцать лямов, двадцать лямов за него слишком много. Так, ну чё там, ещё Дэймин Дойя, кстати, неплохой челик. Достаточно по своим деньгам, вообще нормальный такой бист нападающий. Правда, мне казалось, что... Да, неплохой. Неплохой. Да, я просто штук миллиард, наверное. Ну, да, хороший такой, нормальный, нормальный. Свои деньги, нормальный нападающий, в принципе, под конду вообще. Кобела говнище из-за отсутствия баланса, раньше поинтереснее было. Шкартел, легенда АПЛ, просто батя в защиту. Спасибо одному тренеру, который подсказал мне о нём. Реально, кавитан команды будет в центре, будет стоять, будет весь верх, наконец-таки, снимать. Это то, что мне нужно. Не знаю, по мне так, ну, стоит денег точно. Ну, не знаю, что там эксперт по защитникам, правда, скажет. Ну, типа... Немножко медленно, единственное всё, все остальное у меня есть. Как ты думаешь, давай быстренько по аукционам, по всем пробежимся? От непродлённых тут... Ну, Хеведес, Облак... А, аукцион эти, блин, сейчас погоди. Да, ну, Хеведес за 36 в Ливерпург. Нормально. По мне Хеведес отличный. Ну, с аукциона стоит, мне кажется, такие типы. Облак просто никто на него почему-то не ставил. Отлично. Куча, огромная куча команд без хорошего вратаря. Вот, собственно, Реал подключился после подгона. Вы можете сказать, что облака вы его тренили, как бы, как он вам... Ну, можно посмотреть на PSD, где ему сделали киперскиллс, там, под 98, но это достойная цена. Он даже больше стоит. Да, удивительно, что... Это лучший киперпроект вообще. Я тоже так думаю. Единственное, конечно, бы, роста ещё... Да и так нормально. Не-не-не, нормально. Мне кажется, что он наравне с Дхеей стал. Потому что Дхея, он просто непробиваемый от чмола. Ну, лично в моих матчах... Ну, да, в финале ЛЕ он это продемонстрировал. Ну, да. Ну, там, чувак, все обматывали почти, поэтому... На жопу посадили. Ну, по киперскиллсу получается он лучший вратарь вообще. На проекте. Так что, да, за 34 ляма халява, так скажем. Учитывая, что у него там 100 лямов было, 150. Сколько-то... Короче, вот, ну, такое, да, нормально. Ансенсио, ну, гуляющий цешный вратарь вообще ни о чём. Ни о чём, не знаю. По мне, так он, по-моему, такой... Ну, именно Ансенсио, да? Да, Ансенсио. Ансенсио. Ансенёо. Вот, например, перемещаясь в аукционы PSD, смотрим. Косилис. Метр восемьдесят два. Его покупает Сяо. То есть, переплати ты, переплати и купи лучшего вратаря на проекте. Ну, он же не сможет в чемпионате... А вы знаете то, что я буду ждать о том, чтобы выходил либо Аспина, либо Косилис? Теперь у него два вратаря Карлика. Ну, Косилис – это легенда, поэтому... Ну, метр восемьдесят два, нормально, нормально, нормально. Дальние удары этот Максимус будет ему закладывать. Да. Там никакие вертанцы и джампы восемьдесят два. Причем Косилис 85 весят при таком росте. То есть, понимаешь, что эта туша, она просто не прыгнет ни за одним ударом. Да, получается, что так. И выходы он вряд ли будет какие-то вытаскивать. Ну, выкупы непродленных – это такое себе... Почему там куча читаков? Ну, в основном там игроки Челси, Барселоны... Ну... Арие... Спирикуэта... Филейни халява полная, а Спирикуэта халява... Арие... Можно было его выкупить? Офигеть... Не знал, что ли? Арие нет, не знал, не смотрел. Тебе-тебе нравился? За двенадцать лямов он очень хорош. Не, ну а так, в принципе, если не за лямов... Ну, лямов на двадцать пять он играет. Ну, он реально хорош, как бы. Защитник хороший. Просто плейдал, потому что я не хотел поддержать защитника с келлом. Но это супер крутой вообще трансфер. Я в шоке, что он не был продлен. Ну, Нати, как обычно, в своем стиле там, понятно. За Шизи... Он, в принципе, у него защита есть, баланс есть, стамины есть. Я вот предводил пример, что вот он стоит своих денег, а с джампом, в принципе. Ну да, жестко, чё. Я не смотрел, кстати, не видел. Чё, по аукционам пробежимся? Здесь немного, в принципе. Ну да. Только эти открывай, состоявшие. С Жервини-то который? Да, с Жервини. Ну, Жервини не самый быстрый игрок проекта, попрошу. Не самый быстрый, как написано. Так что пастырь немножко обманул. Там еще и человечек тридцать один поставил. Не знаю, что можно тридцать поставить. Ну, мне кажется, когда ты тридцать лямов платишь, то один лям ничего не решает. Если ты, конечно, не тренер Юнтера. Не, ну, жесткий бегунок, в принципе. С Атакой, с Респонсом, с Агилой, с Дахеричи. Ну, не знаю. Ну, сложно сказать. Не, сложно сказать. А вот, собственно, тренер Юнтера 15 миллионов за Мавсисяна. То есть, Мавсисян стоит 15, но Луис Адриана за 16, это нужно было уговаривать просто человека на в личку по 20 раз подтвердить эту сделку. Но здесь спокойно с аукциона даже, это не сделка. С аукциона за 15. Не знаю, по мне так Мавсисян не стоит 15 вообще никак. Конечно, не стоит. Тут, наверное, все-таки интер где-то прогорело. Либо это какие-то сливы дружеские или еще что-то. Иначе я вообще никак не вижу. Теру за 2, ну, отличный трансфер типа впереди. Да, да, согласен. То есть, это примерно вот то, что выкупают с ПСД всяких ветеранов. Вот того же Сера можно было за 2 ляма взять. Да, конечно, насчет Денба нормально. Но Танейли, ну, такой. Си Кинг, ну, кстати, прикольный чувак достаточно. Пеле, ну, херня. Ты говорил по Эриксона что-то? Ну, по Эриксона я просто руколицом, просто руколицом. Ну, не знаю, это он тебе, по-моему, не нравится, как по мне. Эриксон, вот я его попробовал. В управлении отличный, но нужен ли вообще такой игрок? Как я про то и говорю, что у него... То есть, он нужен, в принципе, в какой-нибудь читерский клуб, когда у тебя все уже, все позиции окомплектованы, тебе чисто с жиру беситься вот этого, накупать каких-то читаков для красоты. Не знаю, но суть в том, что у него все-таки, ну, не реалистичные удары ему не сделали. По идее, у него должно одних из лучших ударов на проекте быть, так как Эриксон там забивает почти все издали, а у него удары реально слабые. Он ни туда, ни сюда, честно. Старые, да, самые лучшие. Паулиния, кстати, хороший трансфер, но растешишка, который не будет играть за свой клуб. Паулиния неплохо, реально. Не знаю, зачем он выстрел за 13 лямов, по мне так прикольный чувак. Достаточно. Паулиния. Ну, да, конечно, скорости говно, но типа... Хотя не, ребята, беру свои слова обратно, он говнейший. Красиво. Как-то переобулся быстро. Да, переобулся. Ну, я просто посмотрел. Ну, Гаррет Берри за полтора ляма легенда Манчестера. Да, по линию говно. Просто нормальный. Пасы просто божеские, типа, баланс отличный. Дефенс есть. Правда, он вообще супер медленный, но не знаю. Нормально, за полтора ляма это нормально. Ну да, в принципе, все посмотрели. Прикольные были трансферы, есть, конечно, крайные сливы и аренды, там вот эти всякие нани и так далее. Прикольные выкупы. Хави, конечно, просто фейспаун в Лиркуль вообще за 35 лямов. Нет, еще бы смешнее было, если бы это был не Хави, а какой-нибудь, знаешь, очередной ноунейм с ПСДС. Непонятно, откуда эти скиллы у него взялись. Ну да, но это, конечно... Можно еще, понимаешь, можно понять, там, допустим, я фанат Хави, я его, допустим, себе, там, фуфан беру в Хави, например. То есть это еще можно понять, но чисто с игровой какой-то вот стороны. Нет, ну можно в красном кабине я не буду тащить, но у него нет ни верхнего этажа, у него просто пасы и дриблинг без... А в этой игре эти пасы, они нужны и с зелеными пасами, то есть если ты играть умеешь, эти красные пасы абсолютно не нужны. Ну, в общем, короче, спасибо, что были с нами, так сказать, выложу эту всю запись. Ну, в целом, как вам ТО понравилось? Конечно понравилось, развелись, столько людей договорные сделки сделали, пока нам можно понравилось. Раски посливали друг другу там с пастором. В принципе, мне понравилось, да, живое ТО такое. Быстрее бы сливать. Да, скорее бы новые сливы, то есть мы уже заранее договорились. С Nike нам сливает оставшуюся половину команды и берет срочку. Скоро у вас срочку, ребят, так что все, давайте, обращаемся с ребятками. Всем пока, благодарю, радости, удачи.